Хорошо, значит, а вот меня Олег, у меня компания называется HeddyLab, вряд ли вы про нее нам что-то слышали, но тем более вам будет интересно слушать, чем мы занимаемся. Занимаемся мы лазерным сканированием и обработкой, собственно, этих данных. У меня небольшой автопики, не про карты, не про тайлы, не про рендеринг, хотя у нас тоже этого добра хватает, но вот немножко другое, может быть, вам будет для разнообразия интересно, пожалуйста, послушать. Я практически этим полуобманом проник на конференцию, но с другой стороны мы же и про ГИС тоже, правильно, поэтому мы про ГИС и про ГИС. Значит, начну с того, что замахнусь на святое, я так с истории начинаю немножко, как мы вообще дошли до такой жизни и почему занялись лазерным сканированием. На карту можно посмотреть как не самооценный инструмент, а можно посмотреть как... Да, я сразу прошу прощения, презентацию я не специально готовил, не думайте, я вот она просто с конференции. Поэтому у меня еще автопик и в этом смысле, что презентация есть. Ну, раз уж она есть, я буду ее показывать. Значит, карта это не только самооценный инструмент, это еще инструмент агрегации данных, но вот как инструмент агрегации данных у нее есть некие минусы. В том, что когда человек на нее смотрит, он не может представить, что вообще вокруг находится, как выглядит эта территория. Ну и, соответственно, карта, в общем, достаточно бедный инструмент. Там есть дома, дороги, но там деревьев, например, уже нет. И в этом есть проблема. Проблема? В зависимости от масштаба. Много чего. Могут быть деревья. Да, у СМ даже фонарные столбы. Про фонарные столбы немножко дальше будет, кстати, у меня их тоже находят. Значит, почему мы вот этим вопросом задались? У нас, на самом деле, не философское размышление на эту тему. Мы достаточно долго занимаемся созданием ГИС для московского правительства. И, естественно, как мы это делаем? Ну, мы убираем карту и какие-то кадастры, как отземельные, размещаем, в зависимости от того, что требует заказчику. И в какой-то момент заказчик пришел и сказал, дайте нам что-нибудь такое красивое, чтобы мы могли, прямо не сходя с места, смотреть, как это все выглядит. А в чем проблема с сити-менеджеров? Потому что они сидят за экранами и, вот, когда, значит, они решат очередное кафе снести, в который сейчас, значит, бедные под раздачу попали, им нужно понять, как это вообще все выглядит, и они туда человека посылают, который, соответственно, все это фотографирует, измеряет. И все, что делает человек, это долго и дорого. И не точно. Соответственно, они говорили, вот, мы не знаем чего, но вы дайте нам что-нибудь, что позволит это все дело визуализировать. И вот эту задачу мы решали примерно, там, сезон 13-го года, но, опять же, здесь более подробно написано, поскольку у нас менее формальный диалог, не буду я правильно все рассказывать. Но, так или иначе, вот эту задачу мы озадачились, простите за эту автологию. И что приходит на ум? Ну, сделать трехмерную модель у масштабов Москвы, не знаю, не удалось никому, и, наверное, еще долго не удалось. Долго, дорого, да и, в общем, не нужно, если делать ее с большой степенью детализации. Естественно, поскольку мы в практике, мы попытались что-нибудь за рубежом, думаем, сейчас мы поедем, купим, поехали в такую компанию Esmime, которую купила потом Nokia, HIA, которую потом потом купили еще, значит, всякие вендеры, бренды автомобильные. Как раз они тогда готовились к продаже Nokia и сказали, ну, что вот у вас там есть, в общем, не буду забегать там, не буду углубляться в дебри, не получилось. Не получилось по нескольким причинам. Ну, во-первых, по точностям там у них было плохо, потому что у них был не лазерный сканирован, тогда фотограмметрия, они ставили дверь на камеру друг на друга. По фотограмметрическим принципам мы пытались установить окружающее пространство. Ну, и потом, даже тогда, еще по курсу 40, там, три года назад, были какие-то нестрономические деньги, потому что они хотели брать не только за поставку решения, но еще и за выработку каждого километра. То есть пытались сесть на этот поток, что, естественно, нам, как покупателям, совершенно было не в радость. Ну, и потом, любые зарубежные продукты, безотносительно уже там даже в визуализации, они плохи тем, что, как правило, это коробочные продукты, а нам же это надо устраивать в существующие не из решений, никаких там открытых кодов, ничего даже близко. Не то, что там открытых кодов, там попросить что-то поменять, а какой-нибудь отчетик сделать много уже проблематично. Ну, и вот, значит, подумали-подумали, мы решили, что будем делать самостоятельно. Ну, а что делать? Значит, посмотрели на то, что уже есть. Есть панорама. Панорама вроде тема хорошая. Тема хорошая, потому что люди к ним привыкли. Есть Google Street View, есть Яндекс.Панорама, уже к тому времени все это было хорошо известно. Пользователь смотрит, видит, что изображено, отлично представляет ту или иную территорию. В чем с точки зрения машины проблемы панорамы? В том, что это плоский растр, картинка с пикселей. Как работать, непонятно. Чего там нарисовано? Машина же не может понять, что это какой-то там Ленинский проспект вдоль дома идет, пивнушка написана. Все отлично. Только человек может, машина не может. И тогда родилась идея. Давайте мы вот эти панорамы геопривяжем. И вот эта концепция трехмерных панорам, мы их называем трехмерной панорамой. Не знаю, удачное это название или нет, но так оно родилось и закрепилось. В чем отличие принципиально от обычных панорам? В том, что каждая точка имеет свои координаты. То есть вы кликаете, мы можем сказать, что здесь широта такая, ну там, выгоняете, широта такая-то, долгота такая-то, высота над уровнем, например, машины над уровнем, плоскостью дороги такая-то. А что это нам позволяет? Это позволяет в машине сразу с этой картинкой работать. Мы можем, например, любое линейное расстояние или площадное расстояние померить. Не в пикселях, а в реальных метрах, сантиметрах и миллиметрах даже. Мы можем вывести любую геоинформацию, например, показать, дернуть из реестра контур дома, на котором он стоит, и показать его на фотографии. Можем дернуть участок, который за ним закреплен, участок показать на фотографии. Можем даже туда объект внедрить, положая не просто на картинку сверху, а с корректными перекрытиями. Мы когда в 2013 году эту штуку затевали, нас все спрашивали, ну а что, какие-то панорамы делать, все же есть, Яндекс и прочее. Мы решили, ну надо сделать какую-нибудь дему. Мы взяли и человечек пустили в фотографии, который за дом заходил. Вот он заходил за дом, и выходил с другой стороны. То есть он кружил вокруг дома, и, соответственно, корректным этим домом перекрывался. Как это сделано, ну за эту картинку есть некий Z-буфер, буфер глубины, который, собственно, дает, фактически является некой базой данных для этой фотографии. И позволяет сделать, соответственно, по клику суждение о том, где расположена, там, насколько далеко и под каким углом расположена точка. Но поскольку центр координат, центр панорамы уже известен, то и координаты каждой точки панорамы тоже известны. Вот это тот продукт, с которым мы в тринадцатом году пришли к правительству, и который уже три года, ну, надеюсь, сейчас четвертый будет, поддерживаем. Он используется в, соответственно, в геоинформационных системах правительства, в основном закрытых, ну и на публичных порталах, он тоже частично доступен, там, с обрезанной функциональности. Как мы это делаем? Такие машинки у нас ездят собственные. Значит, это автомобиль, у него ставится такая штуковина здоровая. И вот у нее самая-самая верхняя часть, вот такой, плохо видно, вот, прямугольчик. Это камера, которая щелкает, там, раз в какое-то время. Ну, пять-десять метров, неважно. Под ней такая желтая, это инерционный блок, который служит для уточнения трека в случае, когда, там, проблемы с GPS-ом, для вычисления углов тангажа и прочее. Потому что эти машины наклоняются, очень важно понять, в какой степени она наклонена. Ну и, наконец, белые блоки, это лазеры, которые, собственно, с большой частотой обстреливают окружающее пространство и дают нам, так называемого, благоточек. То есть мы понимаем, что окружает машину именно в точках, а не в пикселях фотографий. Ну и дальше мы, собственно, соответственно, все это обрабатываем примерно так вот. Возьмите на вопрос. Чем от нафтековской тачки отличаются? Ну, хир, ну, у них тоже машинки с эдарами. Ну, возможно, что ничем. Просто вы говорили, что вы с ними общались, и почему-то у них этой техники не оказались. А в таком, я говорю, что мы общались, мы с Nokia 4 общались, с которыми, наверное, для индекса снимались. В таком, я не упомянул. Nokia Here. Nokia Here с Usman общались, да? Ну да, просто Nokia Here это... Ну, бывший раз тогда с Usman, которая была совершенно независимой компанией. Значит, чем отличается? У них тогда, то есть я слышал, что они вот там, по крайней мере, уже в Финляндии, Nokia Here, они используют действительно машины с эдарами и действительно обрабатывают. Но вот тогда, когда мы в Usman приезжали, у них не было эдаров именно, у них была стереопара. То есть у них было две камеры, грубо говоря, панорамные, которые друг на дружке стояли. И в чем их была проблема? Вот дома же никогда не бывает. Дом это не плоскость. У него козырек, у него балкон, у него кондиционер там понавешивая. Вот у Usman весь дом был просто плоскостью. И, соответственно, фасад был плоским и расходом тоже. Это нас не устраивало там по разного рода причинам. Нам нужен был фасад, чтобы он был действительно фасадом. Совсем выпустили его, чтобы мы могли там отдельно вытащить, не знаю, какие-нибудь там шаблоны балконов и прочее. Ну, так иначе, короче. Тогда это решение не подошло. То, что делают они сейчас, ну, безусловно, мы читаем там всякие патентные исследования и зарубежные. Потому что в России практически никто этим не занимается. Безусловно, эта тема, она сейчас активно развивается. И много, ну, не знаю, ну, несколько команд точно копают в этом направлении. Я думаю, что и Киа тоже, но как бы идея поставить к Лазару, она не является какой-то там, не знаю, креативным. В России еще была команда, ну, правда, вклад сгинула в Краснодарской и между ГИС. Вот они как раз, у них вот схожи. Да нет, и мне кажется, что они вполне все живые. Но только они, у них немножко специализация другая, если мы про одних тех же говорим ребят. Они упираются на то, что они делают саму железяку. Саму железяку, это вот мы не железячники, мы там пытаемся к ней свои камеры прикрутить, потому что у них есть там понятные свои минусы. Но мы больше про софт, про обработку. А ребята из Краснодара, они больше про железо, и они железо применяют для строения профилей дорог, вот таких геодических работ, потому что есть в России отдельный рынок. Вот сейчас же дорогу, вот если дорожники построили, они должны ее сдать обязательно с профилем из облака точек. Пусть она будет неплотная, но как бы есть требования. И этот рынок, он тоже вполне себе развивается, и на нем можно работать. Единственное, что это просто такой чисто геодезический рынок. А мы, в общем, не геодезисты, но в большей степени разработчики. У нас, ну, программисты у нас сидят. И я, собственно, с чего начал-то, что мы пилили-пилили там ЕСы, которые делают текстовые отчетики, грубо говоря, там, по запросу, по кнопке. И просто нам в это пришлось пилиться, потому что, ну, вот была такая задача. Вот, собственно, наверное, да, краснодарцы делают тоже отличный продукт. Просто мы будем нашли другую волосы. Ну, а возвращаясь к результатам обработки, вот, собственно, это фотография, вот этот Z-буфер, ну, это визуализация. Да, он там в паре более сложного настроена. Чем светлее точка, тем она ближе к нам, соответственно, черная точка на бесконечности. Можно из этой панорамки, поскольку у нас есть удаленности, мы можем ее приближать треугольничком, сделать полигональную модель. Это позволяет нам смещаться из точки обозрения. Проблем панорамов в том, что они дискретны, да, соответственно, если мы с этой точки сняли, мы попали. Если нам нужна другая точка, то никак. Ну, вот, можно попробовать эту проблему решить, разбивая, соответственно, множество пространства на множество треугольничков, выделяя текстуру, любой треугольник, как известно, плоская фигура, да, соответственно, у него плоская текстура, и можно на этот треугольник посмотреть с другой стороны. Безусловно, есть какие-то слепые зоны, которые, может быть, можно, а может быть, не можно взять с соседней панорамы. Но, так или иначе, получается. Получается сдвигать точку зрения, но вот взлетать только не получается, если, конечно, нет фотографий там с ортосъемки, которые можно подложить, там, каким-то образом тоже использовать. Сейчас, кстати, лидары даже и на самолет их ставят, да. Другое дело, что непонятно, как это с Москвой, потому что в Москве невозможно летать, там, какие-то страшные пациенты в ФСБ, и то не ниже пяти километров. В общем, проблема с этим. Ну, и, как я говорил, можно там всякие объекты интегрировать. Вот, чувачек, кстати, идет, перекрывается машинкой. Вот, хотя человечек рисованный, а машинка вполне реальная на фотографии присутствует. Ну, и можно проводить измерения, можно делать, там, внедрять какие-то объекты туда. Так, идем дальше. Минутка славы. Значит, за три года 31,5 тысячи километров мы проехали. Ну, мы просто действуем в рамках заказа Москвы, поэтому... А, это в Ятласе? А, это как раз там. Это в Ятласе, так, как раз. Значит, проезжали, проезжаем два раза в год. Проезжаем старую и новую Москву, и можно на Ятласе, там есть такой штука, когда мы громким словом ретроспективный анализ называем, можно посмотреть, как выглядит та или иная область, соответственно, в разное время. Тоже, наверное, удобно, полезно. Можно даже подвигать эти области одновременно. Пользовательские проекты есть у нас некоторые. Даже вот у нас есть игрушка такая, сделанная на базе наших панорам. Там идея такая, что есть, как сумеречный мир. Идея сумерка, значит, жива и процветает. Вот у нас тоже сумеречный мир есть. Выходить туда, мочить всяких боссов, получать очки. Ну, а... В чем идея игры? В дело социальное. То есть, ну, ингресс, наверное, просто постарайтесь, да? То есть, чтобы выполнить какой-то квест, выполнить задание, нужно оказаться в какой-то... физически оказаться в какой-то точке. То есть, вам нужно приехать там в офис на работе, домой, выйти на улицу и прочее. Если вы не хотите туда перемещаться физически, вы должны выйти из своего там тела астрального и за это, соответственно, заплатить какие-то там виртуальные денежки на автоматизацию, построенную, естественно, на приобретение этих денег. В чем проблема основная панорама, как мы видим? То есть, панорама для нас готова продукта, который мы уже продаем. Значит, в том, что мы знаем, что в каждой точке... В этой точке пространства весь какой-то объект, он находится там, на таком-то расстоянии от нас. Мы не знаем, какой это объект, по крайней мере, все пока. Поэтому следующий этап, над которым мы задумывались, это давайте вот это вот, как это называется модным словом в патентных всяких исследованиях, парсинг городской сцены. Давайте мы сделаем парсинг городской сцены. Давайте мы посмотрим, разобьем все объекты, которые... Вот эту сцену, облако точек, так скажем, которые есть вокруг нас на отдельные объекты, попытаемся эти объекты распознать. Вот это то, собственно, на чем мы сейчас и работаем. Мы отдельно выделяем вот эти столбы. Например, в Москве за там несколько дней, я думаю, что даже за пару мантов, можем, например, детектировать все столбы с вероятностью 96%. Вот. И мало того, что мы можем детектировать, мы можем посчитать их физические параметры, грубо говоря, высоту, ширину, можем защищать их текстуры. То же самое у нас есть сейчас со светофорами, со знаками, с билбордами. Ну и то, над чем мы работаем, это, собственно, дома, потому что практические задачи, задачи с точки зрения бизнеса, мы, безусловно, должны на эти точки зрения бизнеса смотреть, очень часто нас спрашивают, а вот вы можете взять их в городе, вытащить, например, все фасады, все картинки, причем там с разной степенью детализации. Кого-то просто воские фасады устроят, а кому-то нужно там с лакончиками получить, кто-то еще любит. Но повторюсь, что вот если панорама, это, так скажем, готовый у нас продукт, то здесь вот над этим мы пока работаем и с разной степенью удачи. Столбы хорошо пока получились, накиес, светофоры хорошо, в городе там, в домане пока работают. Ну и, наконец... Ну и, наконец, новая идея пространства. Мы даже торговую марку на этот сочетание получили. В чем идея и к чему мы, собственно, стремимся, что мы хотим сделать. То есть вот мы как привыкли пользователю представлять пространство на экране монитора. Сверху, снизу карты, сверху панорама или наоборот там или панорама во весь экран сбоку карты, там каким-то образом. То, что Яндекс и Гугл нам предлагают. Нет, на самом деле надо было не так, мне кажется. Надо даже взять, нам кажется так, надо взять и погрузить человека вот в это пространство. Пусть у него прямо там будут карты, пусть у него будут элементы управления там, пусть эта информация выводится вся на той привычной картинке, которую он, грубо говоря, выйдя на улицу, увидит. И это же можно сделать не только там на экране компьютера, а изначально мы делали технологию таким образом, чтобы это все работало и в тонких клиентах, и в мобильных клиентах. То есть берете планшет, выходите, и видите, вот именно такую картинку. То есть у вас есть полное погружение, ну как в игровых механиках, да, когда у вас нет элементов, которые приклеены там, ну или минимальных количеств, которые приклеены, грубо говоря, на лобовое стекло этого планшета, а все находится внутри. Все включает там объект, который мы распознали. Вот так. Который объект мы распознали, и прочее, проще. Там можно всякие пои помещать, причем пои, естественно, тоже можно показывать как на карте, так и на панораме, ну и так далее. Ну и, в принципе, я уже практически подошел к концу своих рассказов. Здесь я не буду останавливаться, но да, действительно, можно там аккумулировать информацию, распознавать объекты, наверное, там, в большей степени для такого честного общения, как у нас. Скажу лишь только, что вот все-таки у нас еще и про карту, да, как можно это с картами соотнести. Вот мы собираем огромное количество таких облаков-точек, вот это там небольшое внутреннее видео, которое мы используем в разных целях. И, естественно, спроецировав эти облака-точек на полск, мы можем получать, так скажем, полские изображения разных объектов, в частности, домов. Поскольку мы сцену сегментируем, мы знаем, где точки домов, ну и будем знать в ближайшее время, где точки домов, где точки, там, грубо говоря, деревьев. Можем их отличить. Ну и таким образом более подробные планы строить или уточнять те данные, которые, собственно, уже есть. Ну и совсем, если говорить про будущее, то, конечно, трехмерная модель города, полностью оттекстурирована, со всеми параметрами, наиболее приближенной в действительность. Это всякие дополненные реальности. Совсем недавно, неделю назад, была на конференции дополненная реальность. Очень было, конечно, интересно, что там ребята делают, но вот в этом направлении мы можем тоже подумать. Ну и всякие полезные вещи, я надеюсь, наша технология в будущем позволит делать. Все, я сейчас закончу. Когда появятся китайские гидары, чтобы их мог купить один человек? Я думаю, что появятся... Кинект купи! Один-то уже можно. Вообще, в Китае можно все найти. Проблема в том, что сделать все-таки несложно. У нас есть беда в том, что у нас на машинах, там не показано на схеме, на колесах еще одометрами. Потому что большая проблема GPS понять, когда он стоит. Соответственно, если одометр не крутится, машина стоит, нужно более точно детектировать. И плюс еще нужно ловить повороты. Потому что в поворотах разное количество, значит, по-разному крутятся колеса. Наверное, все представляют дифференциалы и прочее. Эти одометры у нас все время разбивают. Либо мы их разбиваем по своей глубокости, либо в нас врезаются, эти одометры разбивают. А одометр, по российским меркам, стоит нереальных денег, сотни тысяч рублей просто за какой-то девайс, который крепится на колеса. В Китае это стоит 8 долларов. Проблема в том, что стоит 8 долларов на сайте, который только по-китайскому. То есть там нет английского варианта, в принципе. Да. А там нет уже. То есть специализировано. Поэтому я уверен, что в Китае, если порыться, можно лазеры найти. И даже систему мобильного сканировать целиком. Но вот проблема, на самом деле, конечно, доставки и поддержки еще. С кого точно спрятствовалось ваше гонорице? О, это хороший вопрос. Если я скажу 10 сантиметров, то я же могу попасть под лицензию и прочее. Поэтому мы говорим скромно, что там точность невысокая. Точность невысокая, она там от 50 сантиметров до метра, но просто надо понимать, какие задачи мы решаем. Мы сразу говорим, вот иногда мы со стороны заказчика напарываемся на геодезистов, и они там начинают про геодезические точности вещать. Мы сразу от этого открещиваемся и говорим, нет, друзья, мы не геодезисты. Мы занимаемся визуализацией и решаем задачи, где не нужны небольшие точности. На самом деле точности, если говорить реально, то точности две. Если у нас стена дома, грубо говоря, мы ее лазером прочесываем, то это точности 2-миллиметровые, потому что когда лазер стреляет, то не очень большая точность. В чем основная проблема? Когда машина едет, очень трудно ее позиционировать в городе, потому что GPS пропадает. Естественно, мы там базовые станции развертываем, пересчитываем все потом, после того, чтобы уточнить этот трек, но все равно можем на пару метров улететь легко, как показывает опыт, несмотря на то, что производитель этих систем заявляет какие-то совершенно космические цифры. По точности, по факту, ничего нет не так. Можно на метры улететь. Но у нас есть там всякие хитрости, которые позволяют уточнять эти треки. Но в основном это связано с несколькими треками, которые проходят по одному месту. То есть, когда машина едет, мы всегда проезжаем одну улицу в две стороны, плюс у нас есть еще пересечения. Соответственно, у нас есть облака точек с разных проездов. Эти облака точек, они, безусловно, друг относительно друга смещены и улетают. Но поскольку у нас есть их много, то мы можем попробовать этот так выровнять. И, может быть, у нас в целом система не будет жестко посажена, то есть мы можем в целом улететь на два метра, например. Но друг относительно друга вот эти все облака точек отдельных зданий будут более-менее точны. Поэтому просто сказать, что у нас 10 сантиметров, 50 сантиметров, два метра, я не могу. Это зависит от того, все-таки, что мы хотим померить. Для этого будут разные точности. инерциальные системы используются в Курисе? Да, конечно. Конечно. Это система, которая позволяет нам, собственно, когда мы там вперед заезжаем, пытаться этот трак продлевать и повторить, что там они еще и будут в магазине и прочее. Но вот как-то мы когда покупали, мы, честно говоря, думали, что будет существенно лучше, а по факту... А вышло как в жизни. Да, вышло как в жизни. И мы с этим очень сильно научились, потому что... Вот помните, я начальник говорил, что мы замечаем фотографию и облако точек. Да, вот представьте, если у нас на фотографии столб идет, грубо говоря, а так, а облако точек в 30 сантиметров, 40 сантиметров справа. А 40 сантиметров это больше, чем ширина столба. То есть у нас буфер глубин уехал за фотографию. И, соответственно, померить высоту мы уже не можем, потому что система думает, что столб у нас там в 40 сантиметров. И это большая проблема. Мы очень много возились именно... То есть вот первое... первый раз панораму мы сделали там, не знаю, за две недели. Мы взяли, написали, а все остальное время мы возились с тем, чтобы вот это все совместить, чтобы у нас ничего там не вылезало. Особенно это еще важно, когда вот встраивание объектов идет, когда нужно корректное перекрытие. Там вот вообще это все очень хорошо видно. Видно, что границы там неровные или границы неточные. Конечно, тот результат, который он есть, он в любом случае не идеален. Там есть какие-то допущения. Но вот над этим мы возимся три года уже и может еще десять лет проводимся. Технологии трехмерных панорам с глубиной точек они так-то проникли в Ятлас или они только в вас? Там в Ятласе вы не можете посмотреть буфер глубины, но вы можете провести измерения. То есть там есть вот эти инструменты, вы можете померить высоту, например, столба или там площадь до пуска дороги. и для пользователя наверное это ни о чем не говорит. Но в принципе люди, которые представляют, что на плоском вырастает, невозможно померить. И наверное думают, что там есть подложка, что-то стоит за этим панорамом. А вы снимали только для московского правительства? У нас было несколько коммерческих проектов не связанных с Москвой, но это были совсем мелкие мелкие города. Все-таки у нас три года нам еще пока не очень большой срок. не знаю, буквально сегодня я там с Астрахани приговаривался. До этого у нас были с Хабаровским и прочее. Просто сейчас еще и время не очень такое хорошее, бюджеты режутся. А данные, которые Москва вам заказывала правообладатель кто является Москвой или вы тоже имеете какие-то продажи? Там хитрая с этим ситуация. Москва не может просто по внутреннему своему полюсу не может покупать что-то не в эксклюзив. Не в эксклюзив, а мы соответственно очень не хотели эти данные в эксклюзив отдавать. Поэтому мы договорились на следующей формулировке, что мы что эксклюзив они имеют на обработанные данные. То есть вот грубо говоря на те сшитые панорамы, на те буфероглубины, которые мы им передали, они имеют безусловные права и мы не можем это повторять. Поэтому если мы переобработаем эти панорамы, переобработаем точки, то гипотетически это будет уже другой продукт. Ну и плюс Москва заказывала съемку с интервалом 10 метров, мы снимали чаще и соответственно мы можем брать те фотографии, которые не были перед нами в Москве. То, что в Москве лежит, это собственность в Москве. А если не секрет, сколько мегатонн государственных? Ну у нас вот сейчас скажем, сколько у нас? Кстати, не так много недавно совсем. У нас такая пачка дисков лежит. 2 больших коробки тяжело перерезает. По-моему, дисков 50 сейчас 4-х терабайтных. То есть 200 терабайт данных. Ну в общем не знаю, 200 терабайт за 3 сезона. Для Москвы не очень. Наверное. Но это 31 тысяча. Москва, старая Москва, она у нее УДС где-то от 5,5 уличесонодорожной сети от 5,5 до 6,5 в зависимости от того, как плотно вы ездите. Заезжаете там вы во дворы, режете вы хорды по жилым кварталам или нет. А новая Москва присоединенная территория нет, где-то там порядка 3 тысяч. Опять же от того, что заезжаете в поселку или нет. Ну получается, что если снимать и то, и другое, то это где-то от 8 до 9 тысяч примерно. То есть мы снимаем две старые Москвы в сезон и одну новую. Получается 13,5 ну плюс минус. Можно финальный тогда вопрос. Можно даже несколько. А вы планируете открывать хотя бы часть этих глав? Если у вас есть права на переработку, на скажем на сердцы. Да, мы в принципе не то, что мы их закрываем, да, главное, чтобы было понятно какую задачу это решить, да, то есть одна из моих целей, я пришел к Нинко Хренс и к игралочкам, да, то есть кто-то придет к нам и скажет, что давайте мы сделаем такую классную штуку, денег значит не будет, но зато там классно попиаримся. Ну, можем про это говорить. Пока мне кажется, никто к вам не придет, пока вы не откроете. Хотя бы кусочек Москвы. УСМ все пользуются не из-за того, что он такой хороший. Ну, maybe, вот, будем думать. Я тоже сегодня послушаю. А пармотолог какой? Свой? Вы же сам пишете? Ну, формат данных, который вот после обработки системы, он был менее стандартизирован. Там есть такой формат LAS, который представляет данные сканированные. Ну, фотографии, это вообще там чпег, просто разъедка такая чпега, как без сферы делать лоскопростофей. Вот. Что касается внутренних форматов, там у нас есть всякие API-данные, они пропоретарные, да, но они описаны, и их можно использовать по нашему описанию. Свой движок или на воде чего-то? Движок свой. Свой движок, там есть некая математика от производителя мобильной системы, который, собственно, занимается тем, что, ну, фактически, техническая обработка проводит, там, сливает водяное облако данные от разных лазеров, их опять на системе стоит и прочее. И вот на выходе получается лаз, а дальше обрабатываем все на самостоятельном. И мало того, мы, в общем, мы не хотели это делать, но фактически жизнь заставилась, что называется. Мы пишем вьюеры для этого дела, потому что мы пришли к врейсеру и сказали, есть такая классная штуковина, давайте, значит, мы вам сейчас данных накидаем, а вы их будете использовать, значит, как хотите, они почесают. Зато сказали, не, мы так не умеем, давайте вы нам сделаете, чтобы можно было показывать все. Вот так мы, значит, оказались в клиентских писателях, в клиентских органистах. Так, вопрос под это, да? Откройте хоть улицу. Да не, не вопрос. Тем более, что смотрите, у нас просто есть... Да что тебе целое, Москва, хоть улицу покажи. половинку, которая новая. У нас же есть еще там старый сезон, но с ним это вообще никак. Не знаю, ценоргитр все только. А, вопрос о про Новую Москву, а как эта техника переживает проезд грудовки? Да, вы знаете, как-то удивительно, удивительно нормально. Мы побоялись зоодометра, а одометр такой, как бы, как он устроен, такой стеклянный диск, у него там много-много рисок, ну и, соответственно, оптически смотрится, как этот диск повернулся, достаточно большая, там, до градусов поверну смотрят. Мы думали, что, значит, сейчас мы по колдобинам, и это все стекло рухнет, но ни разу не рухнуло, только, значит, путем впивания, либо самостоятельно, либо в нас, когда впиливались. А столкнулись мы с проблемой с неожиданной стороны. У нас, во-первых, почему-то начали кабели перегреваться, хотя мы вроде не в Мексике живем, да, ну, как-то так и удивительно, кабели угорают в этой системе, там, все эти конструкции, лазеры, центральный блок камеры, они соединены, там, внутри кабеля. Эти кабели почему-то начинают перегреваться, мы их меняем. А вторая тема, это еще, значит, у нас оказывается в Москве, но это в большей степени про старое москву, у нас есть, конечно, такие зоны полуднения. Заезжаешь туда, и техника перестает работать, у нее сразу погрешности 15-метровые идут, вот, она снимает каких-то инопланетян, и прочее, может там какие-то пусковые шахты могут стоять. Если нужны кому-нибудь карты пусковой шахты, к нам обращайтесь. Знаете, где-то в районе проспекта Миро, между ДНХ и центром, там какая-то зона. Одна машина у вас оборудована? Две машины. Просто, когда нам поставили задачу два раза снимать, мы померли, что... Ну, вот, две машины на один раз и на другую. Най's 29 вот у нас не до сериального моего в В UP